Здравствуй, мой дорогой друг. Вот ты и пришел. Располагайся поудобно. Ложись на эти мягкие подушки. Расслабься. И мы начнем читать сказку. Сегодня мы мечтаем сказку о царе Вилентее, о сыне его Иване-царевиче, о хитрости Кощея Бессмертного и о премудрости Ване-цареве Кощеевой дочке. Жил был царь Вилентей, до колен борода. Уж три года был он женат и жил в согласии с женой, но все им Бог детей не давал, и был царю добрескорбно. Ну что случилось, старе осмотреть свое государство. Он простился с царицей и восемь месяцев ровно пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, как он, к царской столице своей подъезжая, на поле чистом, в снойный день отдохнуть рассудил. Разбили палатку. Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось выпить студеной воды. Но поле было безводным. Как быть? Что делать? А плохо приходит. Вот он решился сам объехать за все поле. А пусть попадется на счастье где-нибудь ключ. Поехал и видит колодец. Поспешно спрянув с коня, скинул он его. Он полон водой. Вплоть до самых краев. С золотой на поверхности ковшик плавает. Царь перейдет поспешно за ковшиком. Не тут-то было. Ковшик прочь от руки. Салендарную ручку царь с нетерпением то правой руку, то левой хватает. Но ручка проворно виляя и вправо, и влево. Только что-то разница царя никак не дается. Что за причина? Вот он. Выждавший время, чтоб ковшик встал на место, хватил его разом справа и слева. Как бы не так, из руку скользнувший, как рыбка на дно, вот, прямо на дно колодца. И снова потом на поверхность выпнул, как будто ни в чем не бывал. Постой же, подумал царь, перейди. Я нальпьюсь без тебя. И, недолго забираясь, жадно прильнул губами к воде и струю ключевую. Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. Напившись вдоль, поднять он кухню хочет. А не, погоди, не пускай. И кто-то бороду держит. Упевшись в ограду колодца, Селится он оторваться, Трясет, вертит головою, Держит его, да и только. Кто-то, пустите, кричит он. Нет ответа. Лишь страшно смотрится дна бразина. Два крупных глаза горят, как два изумрута. Рот, разинутый чудным смехом, смеется. Два ряда крупных жемчужин светятся в нем. И язык между зубами. Выставить стразни царя, А в бороду впутались крепко, Вместо пальцев грешни. И вот, наконец, Сиповатый голос сказал от золотых. Не трудись, царь понапрасну. Я тебя не пущу. Если же хочешь на воль, Дай мне то, что есть у тебя, И чего ты не знаешь. Царь подумал, чего же я не знаю. Я, кажется, я знаю все. И он отвечал образить. Изволь, я согласен. Ладно, опять степоватый голос Слышался. Смотри же, Слово сдержи, Чтоб себе не нажить, Ни попрека, ни хуга. С этими словами Исчезли грешни. Образина пропала. Честную выручу бороду, Царь отряхнулся, Как гоголь. Всех притворных обрызгал, И все он царю поклонились. Сев на коне он поехал, И долго ли, мало ли ехал, Только ушел от английского столицы. Навстречу толпы сыплет народ, И пушки палят, На всех колокольных звон. И царь подъезжает К своим златоверним палатам. Там царица стоит на крыльце И ждет. Из царицы рядом Первый министр. На руках он своих Борчевую держит подушку. Дальнейший младенец Прекрасный, Как светлый месяц В пеленках колышется. Царь догадался, Яркнул. Вон о том, Чего я не знал. Уморил ты, проклятый демон, Меня. Так он подумал И горько, горько заплакал. Все удивились, Но слова никто не промолвил. Младенца на руки взявший, Царь беретей Любовался им долгом. Сам его взнес на крыльцо, Положил колыбельку, И горя. Скрыв про себя, По-прежнему царствовать начал. Утайни царства Никто не узнал, Но все примечали, Что крепко царь был печален. Он все дожидался, Вот придутся сына. Днем он покоя не знал, И сна не ведал он ночью. Время, однако, текло, А никто не являлся. Царевича роз, Не по дням, По часам, И сделался чудо-красавец. Вот, наконец, Царь перед идеей о том, Что случилось, Вовсе забыл. Но другие не так забывчивы были. Раз царевич, Охотой в лесу забавляясь, В кустую чащу заехал один. Он смотрит, Все дико, Поляна, Черные сосны, Кругом, На поляне дубристая липа. А вдруг зашумело в дубле, Он глядит, Вылезает оттуда чудный, Какой-то старик, С бородой зеленый, С глазами, Также зеленый. Здравствуй, Иван царевич, Скакалон, Долго тебя дожидаясь, Мы, Пора бы нас вспомнить. Кто ты, царевич, Спросил, Об этом после. Теперь же, Вот ты, Сделай отцу, Своему царю, Бериндеев, Мой поклон, Отнеси, Да скажи от меня, Не пора ли, Царь Бериндеев, Должок заплатить. Уж давно миновалось время, Он сам остальное поймет. До свидания. И с этим словом Исчез бородатый старик, Иван же царевич, В крепкой думе Поехал обратно С темного леса. Вот он, К отцу своему царю, Бериндеев приходит. Братюшка, Царь-государь, Говорит он, Со мной случилось чудо. И он рассказал о том, Что видел и слышал. Царь, Бериндеев, Поплетнял, Как мертвец. Видам, Мой сердечный друг, Иван царевич, Воскликнул, Горько за благом. Видно, Пришло нам Время расстаться, И страшную тайну О данной клятве Сыну открою. Не плачь, Не кручись, Родители, Так отвечал Иван царевич, Беда невелика, Тайны коня Я поеду, А ты меня Дожидайся, Тайну держи Про себя, Чтоб о ней Здесь Никто Не поведал, Даже Сама Государь Нематушка, Если ж Назад я К вам По прошествии Целого года Не буду, Тогда Уж Знаете, Что нет На свете Меня Снарядили, Как должен Путь Ивана царевича, Дал ему Царь Золотые лады, Меч И коня Воронова Царица С мощами Крест Наживно Делали Отпели Молебен Нежно Потом Обнялись Поплакали С Богом Поехал В путь Иван царевич Что-то С ним Будет Уж Едет Тень Другой Третий В исходе Четвертого Солнце Только успело Зайти Подъезжает Он К озеру Кладка Озеро То, Как стекло Вода Наравне С берегами Все В окрестности Пуст Румяным Вечерним Сиянием Воды Покрытые Гаснут И в них Отразился Зеленый Белик Частый Тростник И все Как будто Б дремлет Воздух Не веет Тростинка Не тронется Шороха Струйка Светлых Неслышно Иван Царевич Смотрит И что же Видит он Тридцать Тридцать Хохлатых Сереньких Уточек Подле Берега Плавают Рядом Тридцать Белых Сорочек Подле Воды На травке Лежат Осторожно Поодолись Сел Иван Царевич Коня Высокой Дровою Скрытый Подполз И одну Из белых Сорочек Тихонько Взял Потом Угнездился В кусте Дожидаться Что будет Уточки Плавают Блещутся Струйков Играют Ныряют Вот Наконец Поиграл Понылял Поплескавшим Подплыли К берегу Двадцать Девять Из них Побежав С перевалкой Белым Сорочком Осень Утарились Все Обродились К красных Девиц Нарядились Борхнули И разом Исчезли Только Тридцатая Уточка На берег Выйти Не смея Взад Вперед Одна Неношенко С жалобным Криком Около Берега Бьется С робостью Вытянут Шейку Смотрит Туда И сюда То вспоркнет То снова Присядет Жалко Стало Ивану Царевичу Вот Он Выходит К ней Из-за Кустика Уточка Сердит А после Будет Увидишь Теперь Барана Курлёй Освещал Он Иван Царевич Отважно Уходит Кощей Сидит На престоле В светлой Короне Блещет Глаза Как два Изумруда Руки С клешнями Только Завидел Его Вдалеке До чаши На колене Стал Иван Царевич Горячей Жен Затопал Сверхнуло Страшно Зеленых Глазах И так Закричал Что Своды Царства Подземного Дрогнули Слово Марий Царевич Вспомни Пополз На горачках Иван Царевич К престолу Царь Шумит А царевич Ползет И ползет Напоследок Стало Царю Смешно Добро Ты Проказник Сказал Он Если Тебя Удалось Все Меня Размешить То С тобою Ссора Теперь Заводить Я Не Стар Милостиво Бросит К нам Подземное Царство Но Знай За Твое Слушание Должен Ты Нам Служить Три Служба Зачтемся Завтра Ныне Уже Поздно Поди Тут Два Притворных Проворно Подруги Взяли Ивана Царевича Очень Участиво С ним Пошли В покой Отведенный Ему Отворили Дверь Попонили Царевича В поезд Ушли И Остался Там Он Один Без Забот Он Лег На Постель И Скоро Сном Глубоким Заснул На Другой День Рано Поутру Царь Кощек Себе Ивана Царевича Клип Ну Ивана Царевича Сказал Он Теперь Мы Посмотрим Что Ты Из Кустин Делать И Свольно Примерно Построить Нынешнюю Ночью Творец Чтоб Кровля Была Золотая Стены Из мрамора Окна Хрустальные В Круг Курикулярный Сад И В Саду Пруды С Карасями Если Построишь Этот Творец То Нашу Царскую Милость Заслужишь Если Женет То Прошу Не Пенять Головы Не Удержишь Ах Ты Кощей Оконянный Иван Царевич Подумал Вот что Затеяло Смотри Пожалуйста С тяжелой Кручиной Он Возвратился К себе И Сидит Прикорюлись Уж Вечер Вот блестящая Пчелка К его Подлетела Окошко Пьет Собстегла И Слышит Он Гол Впусти Отворил Дверку Окошко Пчелка Снимет Возвратился Кощей И И Должен Ты Будешь Три Раза Мимо Пройти И В Третий Мне Раз Без Ошибки Младшую Дочь Мою Мою Царевну Узнать Не Узнаешь С плеч Голова Пади Уж Выдумал Чучело Мудрость Подумал Иван Царевич Сидя Под Окном Не Узнать Не Марью Царевну Какая Жду Трудность А Трудность Такая Моя Марья Царевна Челкой Влетел Что Если Я Не Вступлю С То Быть Беде Неминуем Всех Нас Тридцать Сестер И Все На Одном Лицо И Такой Сход С Меж Нами Что Сам Отец Наш Только По Платью Может Нас Различить Ну Что Мне Делать А Вот Что Буду Я Та У Которой На Правой Щеке Ты Заметишь Мушку Смотри Ж Будь Осторожен Воклятись Хорошенько Сделать Ошибку Легко До Свидания Девчон Кричит Вот На Другой День Опять Девана Царевич Кричит Царь Кощей Царевна Уж Тут И Вовсе Все Одинаково Платья Стоят Рядом Под Убив Глаза Ну И Скусник Мол Кощей Изволь Ко Пройдите Три Раза Мимо Тех Красавиц Да В третий Раз Подругись Указать На Малью Цари Пошел Иван Царевич Глядит Он В оба Глаза Глядит Уж Подлинно Сходство И Вот Он Проходит На Первый Раз Мошки Нет Проходит Другой Раз Все Мошки Нет Проходит Третий И Видит Градется Мошка Чуть Заметно По Свежей Щеке А Щека Под Нем Так И Горит Загорелась И В нем Истрепещущим Сердцем Вот Она Марья Царевна Сказал Он Кощей Подавший Руки Красавица С Мошкой Эх Да Тут Примечаю Что Да Нечисто Кощей Проворчал На Царевича Сердцем Выпучив Оба Зеленые Глаза Правду Узнал Ты Марио Царевна Ну Как Узнал Вот Тут Ты Хитрость Верно С Грехом Пополам Погоди Теперь Доберусь Я До Тебя Часа Через Три Ты Опять К Нам Пожал Рад Рад Гостю А Ты Нам Свою Примудрость На Теле Здесь Покажи Сожгу Я Соломинку Ты Ж Покуда Будет Гореть Та Соломинка Здесь Не Трогаясь Места Ши Мне Пару Сапог За Таручкой Надила А Только Знай Наперед Не Зашьешь Толой Голова До Свидания Соломинка Как себе Иван Царевич А Пчелка Марья Царевна Уж Там Отчего Опять Так Затумчив Минка Иван Царевич Спросила Она По Неволе Будешь Затумчив Он Ей Отвечал От 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 Твой Зател Новую Шутку Шей Я Ему Сапоги За Дорочкой Разве Какой Я Запож Я Царский Сын Я Не Хуже Родом Его На Каще Он Бессмертный Видали Мы Много Этих Бессмертных Иван Царевич За Что Ты Будешь Делать Что Мне Нету тела, жить собаком я не стану, С ними тонкую, чёрт с ними, с собакой. Какая мне нужда? Нет, мой любимый, ведь мы теперь жених и невеста. Я постараюсь избавить тебя. Мы вместе спасёмся или вместе погибнем. Нам нужно бежать. Уж другого способа нет, так сказал на окошко Марья-Царевна. Плю, слюбки за минуты поднёрли к стеклу. Из коморки вышла она потом с Иваном-Царевичем вместе. Дверь ключом забяла, и ключ далеко зашварнула. За руки взявшись, потом они поднялись, и мигом там очутились, откуда зашли подземные царства. То же озеро, низкий берег, муравчатый свежий луг, и видит, по лугу свежей бодро гуляет коневая царевич. Только почуял он могучий, конь седока своего, как сожжался, блязал и помчался прямо к нему. И, примчавшись, как вкопанный в землю, встал к нему. Иван-Царевич, не думая долго, взял на коня. Царевна за ним, и пустились стрелой. Царь кащает назначенный час, посылает притворных слуг. Доложить Ивану-Царевичу, что ты так долго мешкать извольте. Царь дожидается. Слуги приходят. Заперты двери. Стук, стук. И вот из-за двери им слюнки, словно как сам Иван-Царевич, ответствуют. Буду. Этот ответ противорожные слуги относят к Кащею. Ждать, подождать, царевич не идет, посылает в другой раз. Тех же послов раздержанных Кащей. И та же вся песня. Буду. А нет никого. Спесился Кащею. Наспехаться, что ли он стукал. Бегите же дверь разломать. И в минуту за ворот к нам притащить, не учтивца. Бросили слуги. Двери разломаны. Вот тебе раз. И кого там? А слюнки так их охочут. Так их охочут. Кащею два злости не лопну. Ах, он вор огняный. Люди, люди. Скорее. Скорее взяв погоню за ним. Я всех перевешу. Если он убежит. Помчалась погоня. Не слышит стук. Шепчет Иван Царевич Марья Царевна. Прижавшись с жаркой грудью к нему. Он слезает с коня. И припавший ухом к земле говорит ей. Скачут. И близко. Так медлить нечего, Марья Царевна сказала. И в ту же минуту сделалась речка и сама Иван Царевич с железным мостиком, черным вороном конь. А большая дорога на три дороги разбилась за мостиком. Быстрая погоня скачет по свежему следу. Но к речке, припчавшись, встали в пень Кащеевой слуги. След до мостика виден. Далее же след пропадает. И делится на три дорога. Нечего делать. Назад воротились разумки. Страшно. Царь Каще разозлился. О их неудачи услышал. Ведь мостик и речка были они. Догадаться можно было. Дуралеем назад. А чтоб был непременно здесь он. Опять кончалась погоня. Не слышится тупить. Шепчет опять Ивану Царевичу Мария Царевна. С лесом из седла. И припавший ухом к земле говорит. И скачет и близко. И в ту же минуту Мария Царевна вместе с Иваном Царевичем с ними и коньями тремучим сделали с лесом. В лесу так дорожек, тропинами, числаниям. По лесу ж кажется користым мясе до камень несется. Вот по свежему следу концы пыльчались к лесу. Видят в лесу скакунов и пустились в догонку за ними. Лежше раскинулся вдоль до входа в Кащеево Царство. Пыльчатся концы. Огонь перед ними скачет, да скачет. Кажется близко. Но только взхватить он нет. Не дается глядь. Очутились они ухода в Кащеево Царство. В самом том месте, откуда пустились в погоню. И скрылось все. Ни коня, ни тремучего леса. С пустыми руками снова явились Кащеево. Как цепная собака, начал метаться Кащеево. Вот я ж его плутаю. Коня мне. Сам по лесу. Увидим мы, как он от меня отвертится. Снова Ивану Царевичу Марья Царевна Тимонко шепчет. Мне слышится топот. И снова он ей отвечает. Скачет. И близко. Питана. Ведь это Кащей. Мой родитель. Сам. Он в первой церкви границей его государства. Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне кресло и смощай. Послушай уже Марья Царевна. Снимает с шеи свой кресло, а то Иван Царевич. И в руки не подает. И в минуту она обратилась в церковь. От монаха. Огонь в колокольник. И в ту же минуту свитую церковь Кащей прискакал. Не видал ли проезжих старец честного неспасенного монаха. Сейчас проезжали. Здесь Иван Царевич с Марьей Царевной. Входили в церковь воде. Святым помолились. До мне приказали свечку поставить. На церковь твой. И тебе поклониться. Если ко мне ты заедешь. Чтоб шею сломить. Проклят. Крик у Кащей. И коня повернул. Как безумный помчался. Со свитой назад. А примчавшись домой. Пересек беспощадно. Всех длинного слуг. И Ваши Царевич. Со своей Марьей Царевной. Поехали далее. Уже не боялся. Пусть более погонит. Вот они едут шишком. Уж склоняя. Солнце. К закату. И вдруг вечерних лучах. Перед ними. Город прекрасный. Ивану Царевичу смерть. Захотелось. В этот город заехать. Иван Царевич. Сказала Мария Царевна. Не езди. Недаром. Вещи сердца. Но этого мне. Беда приключится. Чего ты боишься? Мария Царевна. Заедем туда на минуту. Посмотрим город. А потом и назад. Заехать нетрудно. Да трудно выехать будет. Но быть так. Ступай. А я здесь останусь. В белом камне лежать у дороги. Смотришь, мой милый. Будь осторожен. Царь и царица. И дочь их царевна. Выйдут на встречу к тебе. И с ними прекрасный владенец будет. Владенца того не целуй. Поцелуешь. Забудешь. Тут чаше меня. Когда и я не останусь на свете. Вскоре умру. И умру от тебя. Вот здесь у дороги. Буду тебя дожидаться. Три дни. Когда ж на третий день не придешь. Но прости. Поезжай. И в город поехал с нею. Простяся Иван-царевича дима. У дороги белым камнем осталась Мария-царевна. Проходит день. Проходит рукой. Напоследок проходит и третий. Нет Ивана-царевича. Бедная Мария-царевна. Он не исполнил ее наставления. В городе вышли встретить его и царь, царица и дочь их царевна. Выбежал к ним прекрасный владенец. Мальчик-кудряшка. Живщик. Глазенки, как ясные звезды. И бросился прямо в руки Ивана-царевича. Он же его красотою так был пленен. Что ум, потерявший горячие щеки, начал его целовать. И в эту минуту затмил я в память его. И он позабыл о Марии-царевне. Горе всего ориен. Ты покинул меня, так и жить мне незачем более. И в то же мгновение из белого камня в море-царевне. Блазоревый цвет болевой превратилась. Здесь у дороги останусь. А восьмим ободом затопит кто-нибудь зевы у меня, Сказала она. И росинки слез резка голубих заплестали. Дорогой в то время нашел старик. Он цветок голубой у дороги увидел. Нежно его красотою принясь, Осторожно он вырыл. С корнем его. И в избушку свою перенес. И в корыца там посадил. И полил водой. И за мелом цветочком начал ухаживать. Что же случилось в той самой минуты? Все не по-старому стало в избушке. Чудесное что-то начало делиться в ней. Раснется старик. А в избушке все уж как надо выбрано. Ни один где не былинки. Вот он пойдет домой. Обед уже настряпан. И чистый скатерть у стол уже накрыт. Садись и ешь на здоровье. Он дивился. Не знал что подумать. Ему все напоследок стало и страшно. И он одной вражейке-старушке начал заветно просить. А вот что-то сделай. Так отвечала ему вражейка. Стать только первой ради зари. Пока петухи не пробили. И в оба глаза глядя, что начнется в избушке твоей шевелиться. То ты вот с этим полотком и накрой. Что будет, увидишь. Целую ночь напролет сверег пролежал. На постели, глаз не смыгая. Заря занялась. И стало в избушке видеть. И видит он вдруг, что цветок голубой стропенулся. С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке. Все между тем по местам становилось. Повсюду спиталось. Пыли огонь и разгорались печурки. Проморно с постели прянул старик и накрыл цветочек платком. Не явилась вдруг перед глазами у красавицы. Мария царевна. Что ты сделал? Сказала она. Зачем возродил ты жизнь мне мою? Жених мой, Иван царевич, прекрасный, бросил меня. И я им забыл. Иван твой царевич женится нынче. Свадебный пир приготовлен. И гости съехали все. Заплакала горько Мария царевна. Слезы потом отерла. Потом в сарафан, нарядившись, в город крестьянкой пошла. Приходят с царской кухонью. Бегают там повара. Колпака и в артуках бегают. Шум, возня, стукотня. Вот Мария царевна приближалась. К старшему повару. Святому, милень и сладким. Как в лейтах, голосом молдил. Повар, голубичка, послушай, позволь мне свадебный спич пирог для Ивана царевича. Повар, занятый делом, с досадой хотел бы краснуться. Но слово замерло вдруг у него на губах, когда он увидел матьюца-девну. И ей отвечал он с приветливым взглядом. Добрый чар, девица, красавица. Все, что угодно. Все, что угодно, делай Ивана царевича сам поднесу, а пирог уйдет. Вот пирог испечен. Отсванные гости, как должно. Все уж сидят за столом и пируют. Слушливый повар, важно, огромный пирог с узорным серебряным блюдом ставит на стол перед самым Иваном царевичем. Гости все удивились, увидели пирог, лишь только верхушку срезал с него Иван царевичем новое чудо. Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда. Голубь по столу уходит, и голубка за ним не воркует. Голубь, голубь, мой голубь, постой, не беги, обо мне ты запомнишь, так как Иван царевич забыл о Марии царевне. Ахнул Иван царевич, то слова голубки услышал. Он вскочил, как безумный, кинулся в дверь. А за дверью Мария царевна стоит уже и ждет. Ждет у крыльца же, конь вороной, с нетерпением осерданной в снос из пляжа. Нечего медлить, поехал Иван царевич. За своей Марией царевной едут, да едут. И вот приезжаются в царство царя перед ней они. И царь, и царица приняли их с весельем таким, что такого веселья видом не видно, слыхом не слыхом. Долго не стали думать, честным пиргом, да за свадьбу съехались гости, свадьбу сыграли. Вот и сказки конец. Сказки о царе Бердея, о сыне его и военном царевича, о хитрости Кащея Бессмертного и о премудрости Марии царевны, Кащеевой дочери. Конец. А кто слушал, молодец.